всем привет с вами эдгар вы на канале мысли от эдгара сейчас ездил за паспортом загранником он у меня закончился 10 лет прошло и не понял как это все дело произошло целых 10 лет пролетело сейчас вот новый загранник и еду домой получал я в городе живые в пригороде потому что в пригороде жить намного интереснее ребята но чтобы попасть в пригород нужно заработать чтобы заработать нужно понять как это сделать для этого нужно несколько источников дохода а этот процесс называется инвестирование если вы не научитесь инвестировать свои деньги и создавать дополнительные источники дохода которые будут работать без вас то вряд ли можно заработать денег на загородный дом хорошую машину ну в общем на какие-то ваши мечты и цели поставлены можно вечно работать на какой-либо работе получать одинаковую зарплату а еще хуже если некуда расти да нету карьерного роста просто предел карьеры есть предел зарплаты и вроде менять не охота работу свою и получается такая тупиковая ситуация соответственно нужно искать какие-то сторонние варианты заработка есть бесконечное количество всяких разных вариантов как можно инвестировать деньги я вам перечислю несколько из них которые я сам для себя применяю сейчас как вы знаете есть крипто мир до развивается криптовалюта многие люди воспринимают криптовалюту не совсем правильно воспринимают это как что-то типа знаете обман привыкли здесь вот люди к понятию ммм и все и вот заело и не хотят больше ну принимать ничего нового все что связано с инвестированием ну и в россии получается такая история что не воспитывается культура инвестора с детства и так как этого нету у людей все что связано с инвестированием воспринимается как что-то плохое потому что нету в этой области знаний соответственно ну все что ты не знаешь все это что-то темное чуждо что-то плохое нафиг короче надо что-то типа такого но вот если бы с детства детям давали информацию по поводу правильного инвестирования какие есть категории которые разная уровень риска тоже присутствует возможно есть инвестирование очень даже ну нормально грамотное инвестирование допустим но с высоким риском и это не обман а просто вы должны отдавать себе отчет да что там происходит то ли вы покупаете акции какие акции они тоже имеют разные категории то ли вы вкладываетесь в криптовалюту в какую криптовалюту они тоже имеют разбивку ну и так далее если покупаете драгоценный металл какой металл там вы берете там золото серебро не знаю платина алмазы ну и в свою очередь золото какое живое золото которое можно пощупать вот взять прям в каком формате это будет золото виде украшений или это будет золото виде цифрового золота да ну вы можете например в сбербанке том же до взять золото купить и это у вас будет просто на вашем цифровом кошельке да там будет раздел типа серебро золото еще чего-то и вы закупились золотишко но в действительности на руках то у вас нету этого золота ну и получается видите чтобы мы не взяли везде есть подкатегория но чтобы понять какую именно водка под категорию или вам выбрать нужно конечно это все дело изучать это не получится так просто сесть пальцем тыкнуть типа вот это классная штука давайте вот попробую попробуй потом расскажу нужно конечно это все дело изучать и не один год в принципе да я это изучал уже много лет продолжаю изучать потому что информация тут просто бесконечно чем больше вы узнаете про инвестирование тем больше для вас открываются разные возможности понимание инвестирования все грамотнее и грамотнее вы это делаете уже вот и я уже много лет в этой сфере и каждый раз я для себя открываю что-то новое вот если вы остановитесь на том что вы очень умный и все поняли да ну все вы потеряете деньги нужно под постоянно в этой сфере развиваться но есть какие-то определенные основы с которых можно начинать инвестировать но даже чтобы это делать нужно хотя бы что-то понять как это работает это можно конечно же сделать изучать все в интернете пожалуйста и открытый интернет там все есть там можно потеряться в этой информации проблема интернета заключается в том что вроде как там все есть но с другой стороны там 10 человек вам говорят что вот сюда вкладывать нафиг не надо и еще 10 человек будут говорить что это классная штука и вот ты сидишь и слушаешь так вкладывать или не вкладывать ну и получается в большинстве случаев люди делают так да ну нафиг короче не буду ну просто потому что не знаю не понимаю один горит да другой нет лучше отложу это дело ну и так откладывая люди не являются инвесторами продолжают вот жить своей жизнью жаловаться на жизни что-то там не хватает и постоянно блин как как сделать так чтобы добиться успеха заработать это не желание изучать вопрос есть короче два варианта да один вариант вы усердно самостоятельно все это изучаете слушаете 100 человек которые говорят да вот это хорошо слушаете 100 человек который тоже самый проект компания сфера говорит да нет это ерунда все не работает там ничего потом делаете какие-то свои выводы тестируете пробуете вкладываете возможно там в чем-то теряете деньги переобретаете получаете какой-то опыт но когда вот так вот все самостоятельно происходит естественно любой опыт требуют определенных там потерь времени даже потерь денег потому что вы же должны были прежде чем научиться делать блин пару раз он у вас не получится или второй вариант это есть уже концентрированная информация от людей которые этим занимаются например вот я или еще какие-то другие люди люди занимаются в этой сфере много лет уже все это прошли и потеряли деньги приобрели и вот в итоге пришли к тому что все-таки заработали вот работа над ошибками и много еще чего опыт и потом вам продают концентрированную какую-то информацию что вот сделай вот так вот так вот так а вот эти вещи просто уже не надо потому что просто потеряешь время деньги это не рабочая схема и вот именно за это просят деньги потому что это их жизнь понимаете так что делайте выбор допустим или самостоятельно или возьмите информацию у человека который вам ее может продать вот у меня например есть список курсов которые я продаю и очень хорошо они продаются и все люди довольны еще не было ни одного кто пожалуется что Эдгар там что-то не так те кто вообще ничего не понимали в криптовалюте зашли в криптовалюту и начали уже в ней зарабатывать вообще далекие люди от крипты есть даже люди которые боялись криптовалюты есть люди у меня курс купели которые были вообще против этого считали что это все ерунда но в большинстве случаев все те кто считали что это ерунда они маленького путали криптовалюту с хайповыми проектами разными которые сегодня есть завтра нету ну что-то типа ммм вот и все под одну гребенку это как вам сказать что вот есть рубли и доллары и в какие-то фантики непонятны там не совсем непонятно чего вот и для вас будет все одно и то же типа и что рубль что доллар что какая-то бумажка нарезанная там ну понятно что все это фантики да вместе философски подойти к вопросу но рубль и доллар люди применяют это рабочая система имеет а какую-то определенную ценность в нашем обществе и если грамотно к этому отнестись допустим понять что курубаль насколько ценен доллар до курсы и все и вы начинаете разбираться и вы что купите допустим рубль доллар или какой-нибудь фантик если у вас есть информация понимания вы это изучили то я думаю что более-менее нормальный человек поймет что сохранять из этих трех вариантов нужно в долларе потому что курс доллара к рублю сейчас 75 76 фантик вообще ничего не стоит ну в общем на первом месте доллар потом рубль потом фантик вроде так ну типа и что блин это же типа кому угодно понятно так вот в криптовалюте ровно такая же штука когда вам говорят вот есть криптовалюта есть хайп какие-то проекты которые вот людей разводят и есть еще много чего в есть валюта есть акции там фондовые рынки да вот прям список чего только нет есть вон например вон кпрф который он пытаются только перед тем как выборы выходить и вот эти свои флажки вытаскивать и вы уже в этом всем путаетесь все превращается в одну кашу ну и все и какой вы там нафиг инвестор у вас просто путаница в голове это нужно или с детства приобщать людей к этому если в детстве нас не приобщали тогда нужно или самому искать но это тоже время и деньги или получать концентрированную информацию те кто в этом уже прошаре на этом это стоит конечно денег но в любом случае нужно сделать какой-то шаг да просто так само по себе вот этот процесс инвестирования не получится никто не придет вам не скажет что вот давай вот это так вот это так как ни крути этот вопрос нужно изучать так вот я этот вопрос изучил у меня большая часть моих денег они все инвестированы приносят мне проценты это все дело в криптовалюте в криптовалюте в разных категориях эти разные категории проинвестированы еще в подкатегории и там много-много всяких еще штук есть это как сказать я хочу инвестировать в стройку это в целом стройка до строительства но куда именно ты хочешь там я не знаю покупать дома или ты хочешь купить квартиры может быть ты хочешь вкладываться только в кирпич сотрудничать с кирпичным заводом там что именно это в целом я хочу заниматься типа инвестированием в стройку но есть же конкретно что-то просто в целом в стройку такого инвестирования не существует вам нужно найти компанию которая занимается допустим строительством домов и вы говорите так я могу например выделить деньги давайте ребята вы построите дом уточните какой они дом строят где строят и так далее они застройщики построили продали вы получили там процент но все равно это какая-то подкатегория а так в целом вот мне знаете вопрос такой периодически люди задают эдгар подскажи пожалуйста вот где именно вот прямо-то скинь пожалуйста ссылку вот где именно криптовалюта я хочу зарабатывать криптовалюту вот где точно можешь мне показать вот я туда зайду и буду зарабатывать я говорю ну такого прям одного места где написано вот так большими буквами криптовалюта и написано вот именно вот тут можно зарабатывать такого нету места но люди понимаете очень многие воспринимают инвестирование именно так это как типа вот во всей стройке вот одна точка там во всей криптовалюте где-то но это хоть в чем даже акции вы покупаете нужно же разобраться какие компании бывают как какие именно акции заходить а так просто хочу акции какие вот какие именно там есть подразделения еще разные сроки кампании ну и так далее процентные ставки но вот когда у людей такой общий подход ко всему но получается что человек ну жесть как далек от этого всего соответственно нужно ребята все-таки в это внедряться так что если вы хотите зарабатывать на сегодняшний день очень привлекательная категория для инвестирования это конечно же криптовалюта потому что это блокчейн а это наше будущее все в мире сейчас будет переходить на систему блокчейн все вот прям все будет на это переходить ну и соответственно блокчейн система она основывается на переводе денег именно криптовалюта а криптовалют ребята существует на сегодняшний день вот 9620 что-то там единиц буквально там в прошлом году криптовалют было всего лишь там чё-то три-четыре тысячи сейчас уже девять тысяч больше чем 600 разных бирж существуют уйма разных кошельков существуют все эти биржи предлагают разные процентные ставки разные системы защиты разные уровни подхода предоставления всяких инструментов для работы на этих платформах и это все нужно изучать каждую из этих бирж разные монеты почему именно конкретно какая-то монета какая-то биржа где выгодно где безопасно куда можно завести деньги в рублях вывести в рублях в итоге если нужно все это прям знаете нюансы и я например вот этим всем занимаюсь это все изучаю вкладываю вывожу зарабатываю изучаю дальше всякие разные компании если вы хотите в современном обществе зарабатывать стоит инвестирование уже в криптовалюту не как в банке в банк уже денег ложить это уже ну просто я не знаю зачем это вообще делается это люди которые не хотят разбираться в криптовалюте они вкладывают деньги в банк а банк берет ваши деньги и вкладывает в криптовалюту вам отдает какие-то три копейки а сами зарабатывают миллионы вот реально миллионы зарабатывают но только потому что вы не хотите это изучать просто не понимаю таких людей зачем они так делают еще и такие крупные суммы вкладывают в эти банки которые за прошлый год только там 600 с чем-то банков обанкротились в россии а люди эту информацию не хотят то ли слышать то ли что они думают что банки это какие-то бессмертные системы просто вот 600 банков обанкротилось вот посмотрите просто вбейте загуглите сколько банков в россии за 2020 год обанкротились сколько людей потеряли денег в официальных банках у которых имели офисы вот они переименовываются потом снова открываются снова там набирают у людей там это но это видите по телевизору про это не говорят потому что это же государственная система зачем им про это распыляться чтобы вы не знали и у вас складывается такое ощущение что это этому всему нужно доверять это все классно под проценты там выложите деньги это еще более рискованная система банковская в отличие от криптосистемы а в криптосистеме вы сам себе банк сами решаете под какой процент а предложение сейчас просто все больше и больше стает намного выгодней намного интересней никаких посредников сами работаете со своими деньгами не надо никого упрашивать в криптовалюте нету такого что обед не обед все круглосуточно понятий вообще такого нету во сколько и что потом нету таких понятий что у вас какое-то ограничение столько можете перевести а если больше переведете вам оператор звонит или блокирует вам чего-то там в криптовалюте вообще такого понятия нет потому что деньги принадлежат вам и никто ничего там не блокирует там нету такого понятия чего-то блокировать ваше бабло и все в общем очень большая разница поэтому можете выделить какой-то определенный актив ну какую-то часть денег и сделать инвестирование в криптовалюту во-первых сохраняете деньги а во-вторых вы зарабатываете но никак не теряете как с рублями если вам интересна эта тема то у меня ребята есть мои курсы я много лет этим занимаюсь и так как очень много людей у меня запрашивают Эдгар подскажи то подскажи это я если честно уже устал подсказывать просто уже получаю информацию и создаю какие-то концентрированные курсы в которых подробненько четко рассказываю что нужно сделать чтобы у вас была инвестиция вы просто выделяете сумму покупаете например мой курс этот курс у вас отобьется буквально через месяц-два как только вы инвестируете деньги в крипту грамотно не в че попало а именно грамотно покупаете у меня курс инвестируете это в криптовалюту ту которую я вам там в курсе проговариваю и буквально месяц-два и вы увидите насколько большая будет разница там риск конечно существует риск он вообще в жизни существует сейчас вот я могу поехать вот этот человек на этом КамАЗе решит завернуть в мою сторону и мне кранты ну не совсем потому что у меня машина хорошая Toyota Prato тут подушки безопасности морда достаточно мощная здесь вот рама такая достаточно мощная поэтому даже если КамАЗ в меня въедет блин я возможно возможно останусь в живых вот но шанс что в меня въедут да очень даже большой вот вот еще одна машина едет ну вот кто может гарантировать что этот взилок в меня не соберется вот завернуть никто поэтому риск он всегда есть и говорить что не ребята такого нет вы ничем не рискуете но если такое кто-то вам говорит то это какие-то придурки только так могут говорить вот тут как раз таки уже и мошенники всякие конечно есть риск но риск он в плане риска минимальное потому что это вам не рубль вложили он завтра объявили что рубль больше не работает до свидания все нет у вас никаких денег в криптом мире такого нет и это в ближайшие сотню лет криптовалюта будет единственной системой оборота денег у людей поэтому чуть-чуть этот риск все-таки присутствует это нормально что угодно может случиться в этой жизни в целом миру придет хана взорвут мир например да и не будет ничего тогда ну рисково же вкладываться в что-то мир закончится ну я вот в таком плане а во всем остальном вложил криптовалюта растет ты зарабатываешь можно и заводить деньги и выводить и в рублях и в долларах да в чем угодно это уже все возможно в курсе я как раз проговариваю какие нужно заводить кошельки какие биржи как завести деньги вывести что купить какую криптовалюту купить зачем ее покупать вообще именно не просто купи вот это я так ну я так чувствую что это хорошая штука у меня информация я не основываюсь ни на каких интуициях чувствах я так думаю нет я только делаю выводы исходя из фундаментальной аналитики изучая в целом что происходит технический анализ монеты и как это все дело будет развиваться и все мои кошельки которые есть можете у меня на канале посмотреть они все в плюсе они всегда мне приносят доход ну и соответственно у меня есть возможность владеть так сказать такой машиной жить в хорошем районе в пригороде видите какие тут домики делают офигенные просто обалденные райончики чики и чтобы было хватало денег на покупку домов вот тоже вот классный дом чувак тут строит вон мой райончик обалденный мой район разросся вон до туда у нас тут газончики все что нужно но чтобы это все на это заработать нужно развиваться понимаете вот в этом плане развитие должно быть вот видите вот красота меня спрашивают Эдгар поснимай там твой райончик что да как вот ребята у нас свои парковочки свои газончики деревья чистенько аккуратненько красота у нас на районе вот это у нас ребята на районе вот у нас есть управляющая компания люди видите вот мусор все чистенько свой тракторишко есть там большой трактор есть уборка порядок вот так смотрите видите также у нас например не стесняются вот так оставлять велосипеды чего-то потому что здесь безопасно здесь камеры здесь охрана ну и все такое короче круто сейчас мы тут парканемся все у нас у нас на районе тормозну вот теперь хорошо знаете как классно когда подъезжаешь и у тебя своя парковка есть тут у меня на две машины вот газончик там урны вот есть куда можно выйти там что-то выкинуть чисто все опрятно красота ну к этому конечно сразу не приходишь к этому постепенно почему я вам это показываю да скажете потому что нужно показывать результат своего труда работы чтобы одухотворить так сказать другого человека потому что можно сколько угодно рассказывать что вы знаете вот это как у меня такая крутая информация вы разбогатеете а сам бомж кому нужна твоя информация если там ты сам лично не пришел ни к чему так что если вы покупаете у кого-либо информацию вот как еще делать выводы допустим у кого купить курс или не покупать его да тоже анализ нужно сделать посмотрите результат работы этого человека как он живет насколько он открыт я вот открытый человек я блогер показываю рассказываю что со мной происходит как я развиваюсь вы можете посмотреть ну отмотать много лет назад что со мной было где я жил и домотать до сегодняшнего дня какие у меня машины какой дом и все такое посмотреть мой результат вот и исходя из этого результата только после этого сделать вывод стоит ли связываться с каким-то человеком или не стоит связываться но также еще есть такая штука что когда человек открыт мы же живем в России а в России такая проблема маленько существует сложной своеобразно для блогеров в отличие от той же Европы и Америки здесь у нас в России когда кто-либо чего-то добился если вдруг про это что-то говорит то огромное количество людей пытается вылить негатив на этого человека в Европе например поддерживают твое любое начинание там ну ты что-то там сделал получилось чуть-чуть тебя поддерживают совсем другие оплаты на том же ютубе например у нас здесь в России ютуб здесь платит 10 раз меньше негатива 10 раз блогер получает больше никто тебя не хвалит да ну мне не нужно чтобы меня хвалили но и на нервы люди действуют понимаете соответственно когда вы какого-то блогера в России ищите информацию обязательно найдутся какие-то люди которые наснимают всякого говнеца потому что жизнь не очень такая прям хорошая и очень много людей за чертой бедности тут возникает понятие зависть у многих многие люди ленивые люди им проще например на кого-нибудь чего-нибудь наговорить нежели самому что-то сделать также я прошел тот этап когда у меня были возможности заработка я предлагал каким-то своим знакомым людям близким даже да и выявил такую вещь что люди понимаете вот перед носом ложишь ему говоришь вот смотри вот тоже так можешь нафиг не надо люди предпочитают просто ныть включать лень ничего не делать бухать курить там ни черта не делать и при этом жаловаться почему все вокруг виноваты искать в интернете каких-то блогеров которые добились успеха и что-нибудь какую-нибудь гадость написать и засрать этого блогера с большим удовольствием потом идти на свою работу и ждать суббота воскресенье чтобы опять бухнуть ну примерно вот такая штука происходит это тоже очень важно для понимания инвестирования это все взаимосвязано почему потому что нужно понимать что в нашем здесь обществе в менталитете присутствует своеобразное такое общественное давление и больше здесь любят тебя гнобить если например ты слабый и не очень устойчивый у тебя характер да то тебя могут быстро в этом плане сломать ты близко к сердцу принимаешь всякие разные комментарии там тебе что-то говорят не надо ты да не надо я противоположность этому делу мне вообще плевать что там пишут плохого мне не интересно ну я просто вот мне нравится youtube делаю тут нравится криптовалюту делаю криптовалюту да в принципе что мне нужно я в этом направлении двигаюсь прорываюсь и делаю деньги и несмотря на то что кто там что сказал и это мне вообще как-то знаете пофиг не важно но когда вы хотите занырнуть в мир инвестирования чтобы заработать себе на хороший дом на хорошую машину хорошую жизнь как-то вылезти из того говна в котором вы находитесь ситуации имею ввиду то вас будут окружать большая часть это люди которые захотят загнобить да это не помочь а наоборот вам будут подсказывать что это все фигня это все не работает даже мой отец когда 10 лет там назад примерно ютуб начался да он такой эссеровский человек вот ютуб начался он сказал херня это твой ютуб короче это туфта короче не надо этим заниматься что ты там вообще делаешь как тебе вообще не стыдно в интернете что-то рассказывать понимаете мои почти все родственники были против этого армянская часть родственников вообще была просто мне писали Эдгар Джан ты как ты вообще как ты что в интернете где стыд где совесть сейчас все эти люди в интернете все пытаются что-то делать открывают тоже каналы все сидят в этом ютубе мой папа если один день ютуб не посмотрит там какие-нибудь какую-нибудь информацию то все день прошел зря 10 лет назад мне все эти люди говорили что ютуб это чушь за счет ютуба и в дальнейшем инвестирование я заработал все что я имею родителям вон там купил дом за 6 с чем-то лямов и еще в доме купил все что нужно за несколько лямов и сейчас помогаю родителям ну вот они рядом живут себе купил дом машину ну все что нужно инвестировал деньги за счет того что когда-то мне говорили что ютуб это еще то говнецо все это фигня и как мне не стыдно сейчас все эти люди кто так говорили они пытаются в этом ютубе что-то делать лезут в тиктоки ютубы пытаются что-то там понять в инвестировании сейчас я говорю криптовалюта классная штука это наше будущее они говорят ты что какая криптовалюта рубль доллар это тема доллар это тема я говорю ну ладно что тогда тогда подождем еще лет 10 вот через 10 лет я уже заработаю еще больше денег и все эти люди блин а как так что там за криптовалюта а как ты там зарабатываешь мы были неправы в этом плане вот почему-то все с опозданием каким-то происходит не понимаю вообще и вы когда решитесь на такие штуки да инвестирование открыть на ютубе канал там чего-то такое вас будут окружать в основном люди которые будут говорить что это все брехня это не работает это не надо короче лучше ходи на свою работу и получай 5 рублей на работу нужно ходить я ходил сам на работу много чего делал и п открывал и бизнес и делал но когда я ходил на ту самую работу где там есть начальник утренние вот эти раздача пинков всем под зад да я в это время уже начинал делать ютуб между делом пока мой ютуб не принес мне больше денег чем на работу я работал как только я понял что я в интернете уже начал зарабатывать больше я послал нахер всех на работе и пошел в мир интернета и вот я сейчас здесь сижу в тачке которая стоит там больше 5 миллионов ну это понадобилось время конечно это не за 5 минут да когда я ушел в интернет то годика два наверное пришлось посидеть на балконе мой офис был на балконе я там изучал ютуб попытался в нем что-то делать и и получать еще сообщения от своих близких и родственников какой я придурок вот что что там за ютуб что зачем ты что вообще что ты делаешь у меня мама русская отец армянин и у меня много родни по всему миру армяне и много родни русских латышей белорусов очень много разных людей ну и конечно всем кому не лень мне написали что я идиот все что что русская часть родственников что армянская часть родственников сейчас вся эта часть и та и другая в интернете в ютубе и как будто этого не было никто мне это ничего не говорил как будто так и ну типа проехали ну я такой человек что мне как-то пофиг конечно на это все но вот вам говорю как есть чтобы вы понимали так вот я первые два года где-то три года даже пробивался в интернете во первых потом пробивался через своих близких людей единственное кто меня поддерживал это моя жена брат вот и они были не против брат не совсем понимал что происходит но не был против но это же братан мой просто давай Эдгар классная штука не знаю что это но что-то давай пофиг один хрем поддерживаю ну и жена короче помогала поддерживала в этом плане меня не нужно было поддерживать я не тот человек которого надо вообще что там поддерживать и не поддерживать меня никакая поддержка не интересует я просто говорю вам статистику что происходит насколько будет сложно пробиваться через бочку вот вы в бочке дерьма пытаетесь вынырнуть чтобы вдохнуть чистый воздух а вас снизу затягивают обратно типа да ты чё как ты смеешь чистым воздухом дышать ты кто вообще такой вообще плавай в этом говне блин все тут да и ты тут блин ты чё решил блин выйти помыться и пройтись по чисто вот такой красивой полянке чтобы мусор не валялся собаки не обосрывали здесь чтобы было аккуратно и чисто как ты смеешь вообще как ты смеешь жить в частном доме выращивать помидоры помидоры надо покупать всё надо покупать зачем тебе это ты чё блин зачем ездить на хорошей машине дурак что ли купи разваленную машину чини её миллиард раз в день вот это жизнь вот это я понимаю жизнь вот так надо жить вот писать всем гадости ездить на говнотачке блин ну и всё такое засранные подъезды в которых я тоже жил сколько не убираешь этот подъезд выходишь один фиг засрут блин ну чё вообще всегда не понимал ну я же не гажу в этих подъездах как они блин начинает ломаться много говоришь видите вот кашель водичка а водичку я кстати беру только мою у меня своя собственная скважина артезианская вода и система очистки так что ребята хотите научиться инвестировать вам обязательно нужно купить курс у меня несколько курсов посмотрите в описании этого ролика изучайте буквально в течение там ну нескольких дней вы уже саму основу поймёте уже можете грамотно инвестировать и начать к чему-то двигаться не скажу что вы там за 5 минут уже разбогатеете но деньги тоже точно уже начнёте приумножать как-то вот так поступите в течение доставки как-то египет так как-то не